К другим темам. 7 тысяч жителей области жалуются на задержку заработной платы. Такие данные привели руководители госинспекции труда региона на пресс-конференции. Наибольшее число нарушений выявлено в сфере оптовой и розничной торговли. Четверть от общего количества. Не на последнем месте обрабатывающие производство и строительство. Нарушения касаются в основном задержек заработной платы или превышения часов. Встречаются случаи, когда работодатель напрямую нарушает законодательство и говорит, что неиспользованный за прошлый год отпуск сгорел. Сотрудники инспекции труда поясняют, что это незаконно. Что касается неполученных за прошлый год, то работник вправе не отгуленный отпусков присоединить к отпуску согласно графика за этот рабочий год. А непредоставление отпуска два года подряд это уже является грубейшим нарушением трудового законодательства. С начала этого года инспекторы выдали около 1200 предписаний по нарушениям трудового кодекса. Добились возвращения саратовцам положенных зарплат в размере 76 миллионов рублей. Что касается выплат, которые осуществляются, если работник получил травмы либо погиб, то в случае нарушения законодательства сотрудники инспекции труда призывают обращаться к ним. Сотрудники инспекции труда призывают обращаться к ним в любом случае, когда нарушаются права работника. Сегодня свыше 300 тысяч жителей области вообще трудятся неофициально. Инспекторы призывают саратовцев не соглашаться на предложение работодателя не заключать трудовые отношения. Сферы, в которых неофициальных работников сегодня больше всего, это строительство и перевозки общественного транспорта. Правда, что касается водителей маршруток и автобусов, то здесь контролировать ситуацию сложно, поскольку законодательство не позволяет нагрянуть с незапланированной проверкой. Для того, чтобы мы вскрыли этот факт, мы должны либо провести плановую проверку, это мы должны соответственно уведомить, мы должны в план, если мы можем сделать только в 2016 году, либо получить заявление от работника, который считает, что его трудовые права нарушены. То есть сам водитель газели должен написать, вы знаете, там, уважаемая трудовая инспекция, я вот работаю водителем газели, у меня трудового договора нет и ничего у меня нет. В приоритете сегодня электронная форма обращений. Рассмотрение таких писем, как и реакция на них, проходит быстрее, чем личное или письменное заявление. С начала года на электронную почту поступило свыше 300 обращений, и все они удовлетворены. Редактор субтитров А.Семкин